Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки! Сегодня мы будем слушать сказки дядюшки Римуса, как братец-кролик лишился хвоста. Однажды начал дядюшка Римус, усаживаясь поудобней. Однажды шел братец-кролик по дороге, помахивая своим длинным пушистым хвостом. Тут старик замолчал и глянул искоса на мальчика. Но тот привык уже к тому, что в сказках дядюшки Римуса всегда случались самые необыкновенные вещи. И нисколько не удивился этим словам. Тогда старик начал снова погромче. Однажды шел братец-кролик по дороге, важный-приважный, и помахивал своим длинным пушистым хвостом. «Что ты, дядюшка Римус?» — воскликнул мальчик, широко раскрыв глаза. «Где же это видано, чтобы у кроликов были длинные пушистые хвосты?» Старик выпрямился и строго посмотрел на мальчика. «Если ты хочешь слушать, так слушай, а не перебивай», — серьезно сказал он. «А если не хочешь, я пойду по своим делам. У меня вон сколько работы сегодня». «Нет, я слушаю, дядюшка Римус. Смотри же». «Вот, значит, однажды шел братец-кролик по дороге, помахивая своим длинным пушистым хвостом. И встретился ему на дороге, ну, конечно, братец-лис. «Да с какой большущей связкой рыбы?» Братец-кролик окликнул его и спросил, где это он раздобыл такую отличную связку? А братец-лис отвечал, что наловил. Братец-кролик спросил, где, а лис сказал, что поймал рыбу в речке. И братец-кролик спросил, как, потому что он страх, как любил пискариков. Ну, сел братец-лис на бревнышко и говорит, «Это совсем не хитрое дело, братец-кролик. Как зайдет солнышко, ступай на речку, опусти в воду хвост и сиди до зари. Вот и вытащишь целую кучу рыбы». Вот вечером отправился братец-кролик на рыбную ловлю. Погодка была холодная, прихватил он с собой бутылочку вина. Как пришел на реку, выбрал местечко получше, уселся на корточке, хвост в воду. Сидит, посиживает, попивает венцо, чтобы не замерзнуть. Глядь, и день настает. Потянул хвост братец-кролик, что-то хрустнуло. Потянул в другой раз. «Где же хвост?» Глядит братец-кролик, а на речке лед, а во льду пучок. Не то шерсть, не то травка, не то хвост, не то кочка. Тут старик замолчал. Он оторвался у него, дядюшка Римус. Оторвался, сынок. И с той поры сам братец-кролик куцый. И детки у него куцые, и внуки куцые. И все потому, что у братца-кролика хвост примерз ко льду. Так я слыхал, сынок. Наверное, они все хотели быть похожими на своего папку. Вот и сказке конец. А кто слушал, молодец! Понравилось видео? Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии, жми на колокольчик. До встречи в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok